Первый уровень, скелет, это фактически уровень Ли, физический. То есть ты должен выставить косточки, сложить кирпичики, чтобы скелет стоит. Второй уровень, это уже дыхание и циркуляция. Это уровень Чи. Ты наблюдаешь, низкие мышцы сосы-то влащают, янские вытягиваются, расширяются. И ты наблюдаешь этот процесс небалансирующего. Находишь, да? Потому что став так, опа, ты уже потерял. Став так, ты потерял. Съехала голова, нету выстреленности. Забросил голову, грудь вылезла, у тебя нет, сжать как-то он тянет. И поэтому это своего рода, можно сказать, все время такое микродвижение для балансирования. Но когда вы услышали, что начало циркулировать даджок, ян, большой круговорот небес, тогда вы начинаете, условно говоря, наблюдать, что есть инь, что есть ян. Инь поглощает сасать, ян натягивается, раздувается. И вы получаете это в чувственно-телесном восприятии. И когда вы разделили инья, тогда вы можете их соединить по новой. Они уже чистенькие, очищенные, кристаллизованные, ясные и явные. И когда вы их соединяете по новой, инь идет сюда, ян идет сюда, и здесь нейтраль. И вот тогда ваше внимание уходит в нейтраль, и вы переходите на уровень И. Потому что, покажите мне свои иньские мышцы, все дружно. Да, работаем, работаем. Молодцы, вы их можете показать? Покажите мне 13 ориентиров. Ноги, колени, можем показать? Покажите мне янские мышцы, вытянитесь. Можем показать? Покажите мне себе нейтраль. Да, мне нейтраль. Под кожей мышцы. Мышцы это мышцы, это не нейтраль. Под мышцами кости. Под мышцами кости, это не нейтраль. поэтому идет речь о том, чтоб ты увидел, где есть нитраль, что есть нитраль. Потому что нитраль — это будет не я, это будет область перехода одного в другое, и область входа в другое пространство, в пространство ментального, в пространство сознания, Потому что если вы начинаете разрушать или на вас что-то влияет, то ваши нейтрали будут смещаться. Если человек, допустим, стоит, держит руку, если взять на него, надавить, что у него получается? У него получается избыток инь, его сжали, как он не хотел. Поэтому если я резкую руку уберу, сейчас его нейтраль получается смещилась вперед. Я резкую руку уберу, она распрыгнет, упругает. Она будет сразу искать нейтраль. Я оттянул руку, она примет обратно, она будет искать нейтраль. Собственно говоря, это и есть механизм, когда шоу-делок пробуждения энергии в противнике, чтобы потом ее зацепить и вести воздействие, изменяясь изменениями. Поэтому получается, что это уже невидимая область. Она абсолютно реальна. Даже вот так вот мы берем, смотрите, у меня сустав сгибается, я хватаю свой палец, а теперь я смещаюсь сюда вот куда-то к нейтрали. Но здесь я еще чувствую, как я хватаю кожу своего пальца. Хватаю, хватаю, хватаю. Встал сюда, а теперь у меня под пальцем расширяется кожа. Ну попробуйте, все очень просто. Кожа под пальцем у меня расширяется. Ага, расширяется. А вот я ее опять хватаю. Вот ищите свою нейтраль. То есть ее нет, ее не видно. Хоть наколку сделайте, но вы можете ее только ощущать. Она находится в другом пространстве, в другом мире. Поэтому дальше вы, собственно говоря, вот эти нейтрали на себе размещаете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!